Добрый вечер Продолжаем в эфире делиться самым сокровенным и надеюсь все это также будет всем и нам и вам на пользу. И начинаем мы цикл наших новогодних программ вот с такой темы. Звучит она следующим образом. Психосоматика или все болезни от нервов. Все верно? Все верно. Душевная болезнь, а все это выходит наружу физически. Да. Ну если посмотреть опять же в той же Википедии термин психосоматика. Да, что такое психосоматика? Психо душа. Так вот от того, какое состояние души, такая будет болезнь у человека. Об этом первое упоминание еще, ну не конкретно вот именно о психосоматике, а Гиппократ еще говорит, что надо лечить не болезнь, а больного. То есть пока больной не поменяется, сам болезнь не уйдет. То есть в зависимости от того, какое у нас мировоззрение, какая реакция на этот мир, такие будут у нас болячки. Это, извините, ко всем болезням относится? Ну вот я раньше считал, что все болезни от нервов только несколько от удовольствия. Даже догадываюсь, какие. Вот. А когда начал поподробнее это изучать, понял, что все болезни от нервов даже те, которые от удовольствия. Хорошо. А как вы объясняете, например, ежегодные всплески ОРВИ и гриппа? Это же вроде как все стандартно. Зима, вирус и все болеют. Неужели это тоже от нервов? Во-первых, не все болеют. Не все. Не все. Поэтому одни болеют, другие нет. Поэтому некоторые болеют иногда, когда уже вся эпидемия прошла, они вдруг заболели. Кто-то, вся эпидемия, он ходит среди всех, чуть ли не целуется, дышит со всеми вместе, рядышком. И его эта болезнь никак не касается. То есть болезнь – это не просто так. И болезнь, понимаете, если сказать, что болезнь – это благо, многие, наверное, меня не поймут и скажут, да какое же это благо. Так вот, болезнь действительно благо. И как-то мне некоторое время пришлось работать вместе с целителем, рядом с целителем, и мне приходилось объяснять людям. Вот я почему говорил метафору, что человек – это машина, за рулем которой сидит наше я. Медики чинят машину, но если человек не умеет ее водить, они ее устанут чинить. Так вот, желательно выучить правила дорожного движения, желательно знать, что портит автомобиль, что не портит. На ТО сдавать постоянно, периодически. Да, на ТО, изредка. И чистить и тело, и мозги тоже желательно. И я почему сейчас имею наглость говорить о психосоматике так смело, потому что, ну, мне пришлось два раза пройтись по кромочке, чуть-чуть не свалившись на тот свет. И вырулить все-таки с того света. И когда я на себе проверил, что это работает, вот теперь я в этом, мягко скажем, убежден. А вырулили вы, потому что вовремя привели в порядок свои нервы? Мысли. Мысли? Да. Итак, дорогие друзья, как вы считаете, все ли наши болезни от нервов и от наших неправильных мыслей? Если да, звоните, объясняйте. Если нет, то тоже звоните и выскажите свою точку зрения. Наши телефоны 658105, городской номер 08125, бесплатный Билайн, 0022, бесплатный Мегафон, ICQ 440-124-022, и у нас работает наша онлайн-трансляция altapress.ru slash live. Там чат, и там теперь у нас аж пять камер видеотрансляции, поэтому заходите и выбирайте камеру номер один. Там так и написано. Студия Серебряного Дождя в Барнауле. Вот, вы нас можете увидеть и можете писать и комментировать в чате. Ну что ж, продолжаем. Пока ждем звонков относительно психосоматики. У нас, кстати, пытаются все, кому не лень, лишний вес лечить. Это тоже психосоматика? Тоже психосоматика. Так как у меня тоже лишний вес, и у нас уже звоночек. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Если можно, убавьте, пожалуйста, радио. Хорошо. Я убавила радио. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, мы вас слушаем. Я хочу свою историю рассказать. Мне поставили диагноз. Это онкология, это рак. Мне пришлось встретиться с замечательным человеком. Судьба меня свела. Это, наверное, он занимается все-таки биоэнергетикой. И вот как раз он мне дал знания, которые чистят и душу. И у меня диагноз не подтвердился. То есть я легла на операцию, и диагноз не подтвердился. Реальная история. Как вы думаете, это заслуга прежде всего вас и ваших мыслей? Да. Полностью. Ну что ж, хорошая история. Я тоже целиком и полностью согласен. Мы вас поздравляем и желаем здоровья. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Все в моих руках. Да. Спасибо, что позвонили. Я считаю, что у каждого человека все в его руках. Только человек делает свою судьбу, свое здоровье. Желаю я и так далее. И спасение утопающих. Дело рук своих. Самих утопающих. Всего доброго. До свидания. Спасибо, счастья вам. Итак, дорогие друзья, ждем от вас еще звонков. Наши телефоны все те же. На 08 125 могут звонить бесплатно абоненты Билайн. 0022 могут звонить бесплатно абоненты Мегафона. Ну, если вы, например, в машине, у вас под рукой Сотова. Если же вы дома или в офисе, звоните просто на городской номер 658105. У нас сегодня тема психосоматика или все болезни от нервов и от неправильных мыслей. Добрый вечер. Алло. Алло. Вот. Сейчас я вас слышу. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. У меня, знаете, такой очень интересный вопрос. И не знаю, вот когда... Сейчас я остановлюсь, чтобы не мешать... Уж, пожалуйста, остановитесь, чтобы у нас все были живо-здоровы. Вот когда... Я абсолютно согласна с этой психосоматой, действительно, все болезни от нервов. И такой нюанс, действительно, трудно менять. Когда ты понимаешь, что ты болеешь, и поменять вот все свои стереотипы, это очень трудно. Но еще труднее, когда ты понимаешь, что твой там близкий человек, особенно если это близкий человек, мужчина, болеет. И как вот ему доказать, что вот ты извини свои мысли. И, собственно, какой-то образ жизни, мысли. И как вот это доказать мужчине? Спасибо большое. Такими словами говорить. Как бы вот... Татьяна, очень интересный вопрос. Спасибо. Слушайте ответ по радио. Правда, меня тоже этот вопрос очень интересует. Как, во-первых, мужчине, это понятно. А во-вторых, можно ли другому человеку каким образом донести, что все хорошо и жизнь прекрасна? Итак, сразу отвечу. Как донести другому человеку гарантий никаких, никак. Человек сам, если захочет услышать, он услышит или спросит. А если человек не хочет слышать, и более того, убеждать человека, это, наверное, самое трудное занятие, почему существует неотвечаемый вопрос. Что тебя убедит? Поэтому убедить другого человека, если он не захочет верить или не захочет слышать, ну, вряд ли что-то. А вот если он согласен, тогда еще можно что-то. У нас еще звонок. Алло. Здравствуйте. Ой, у нас сегодня женщина рулит. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Юля. Юля, мы вас слушаем. А я бы вот... Эта тема очень близка мне. И, честно говоря, после определенных семинаров 33 я убедилась, что это действует. Вот все, да. Понятно. Не только я одна. И теперь вот настолько это все ярко проявляется, что если что-то даже не так, уже заглядываешь в определенные книги, где четко что-то подчеркнуто, и уже есть прогресс на самом начале. И уже легче становится. И уже вот чуть насморк так. Надо где-то вот здесь посмотреть. Горло заболело. Уже дома, даже между собой, уже друг друга как бы... Так, все заболело, ну-ну, ага. Хорошо, Юля. Например, например, вот вы как специалист уже, да, в этом вопросе. Например, у меня насморк. Что мне делать? Как мне нужно исправлять свое это заболевание? Как вылечиваться? Ну вот, насколько я проверила на себе, то есть я не знаю, правда это или нет, но для меня это внутренние загнанные слезы. То есть ты когда-то хотел поплакать, тебя обидели. Или ты позволил тебя обидеть. Слушайте, как интересно. Надо поплакать, то есть. То есть ты можешь выразиться. Понятно. Прям находишь причину, настоящую, конечно, причину, но можно для начала и поводу. Алексей Васильевич нам это объяснял очень хорошо. Спасибо большое. Юля, мы сейчас как раз спросим у Алексея Васильевича. Алексей Васильевич, вы все у нас знаете. Ну вот расскажите нам, пожалуйста. Что? Про насморк, про горло. Отчего такие болезни, как воспаление легких, бронхиальная астма, например, если мы говорим о дыхательных путях. Давайте сначала... Что может быть причиной? Я бы хотел сначала все в целом, а потом уже перейти к частности. Давайте, давайте. То есть продолжаем разговор. Потом еще один звоночек. Сейчас примем. От общего к частному. Ну давайте звоночек. Алло. Алло, здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Антон. Антон, я вас слушаю. У меня, значит, такая история. Вот у меня есть такая проблема. Вечно я как только подумаю, что что-то я давно не болел. И тут же у меня мысль в голове, черт, я опять сам себя настраиваю на болезнь. И вот недавно совершенно было. Значит, я буквально, видите, я за рулем, вот, буквально... Мы не видим, вы лучше остановитесь. Да тут останавливаться негде, Малаховское кольцо. Замечательно. И, значит, знаете, и вот получается так, что как только я себя поймал на мысли, что давно-ка я не болел, знаете, на негативной мысли, и она, блин, ну через неделю точно срабатывает, через несколько дней. И вот сколько, вот знаете, уже, наверное, лет пять такая ерунда со мной. И вот как только я себя поймал на мысли, вот обязательно заболеваю. И только, я не знаю, что нужно сделать, чтобы от этой мысли, вот, она вот прошла у меня, и чтобы я моментально про это, как бы, не сработала, скажем так. Болячки такие, знаете, ну простуда, буквально сейчас я в состоянии кашля-насморка нахожусь. Ясно. Спасибо большое, Антон. Итак, Алексей Васильевич, как контролировать мысли? Давайте сначала поймём, откуда она берётся, почему появляется. Как мысль зарождается в нашей голове, и как её контролировать, если она плохая, она корню. И почему она переходит в болезнь? Во-первых, два типа мыслей. Ну, первое, почему, это все наши отрицательные эмоции. Я на семинарах рассказываю, что отрицательные эмоции – это гранаты, из которых чеку мы уже выдернули. Если мы отрицательные эмоции бросаем в других, нас изолируют из этого общества. А если мы эту агрессию загоняем внутрь, то это называется аутоагрессия. И тут в зависимости от того, как говорится, в какой карман мы положили эту гранату. Если в нагрудный, то здравствуй, кардиоцентр. Если под кепку, как Семён Семёнович, то здравствуй, силикатный. Если в брючные карманы, то, ну, короче, сами. Совсем плохо всё. Совсем плохо всё. То есть, вот первая причина – это как раз то, что называется отрицательные эмоции, гнев, ярость. И мы её загоняем в себя, и в психологии это называется аутоагрессия. Мы себя разрушаем этой агрессией. И второй тип, почему возникает болезнь. Понимаете, в каждом из нас сидит маленький ребёнок в возрасте до 6 лет. И как ребёнок привлекает к себе внимание. Вот, например, яркий такой образ. Мама взяла работу на дом, вот сидит там с бумагами, что-то делает, а ребёнку необходимо внимание. Он подходит. «Мама, всё, отстань, отстань, видишь, мамочка тут работает, всё, иди, поиграй в чём-нибудь». Мамочка взрослая, ей надо работать всегда. Да, да, да. И первая реакция ребёнка какая – агрессия и ревность. И он проявляет эту агрессию и ревность к тому, что отвлекает внимание мамы. То есть, он берёт, начинает стягивать бумаги со стола, или там это, ну, что-то вот вредить тому, на что мама обращает внимание. Вот, после этого мама там построжилась, ещё что-то там, ну, как-то вот опять отогнала и наказала. И тогда ребёнок что начинает делать? Он начинает устраивать истерику. Ну, если мама ему ещё и в этот момент всыпала, у ребёнка остаётся вообще последний вариант – взять и заболеть. Или навредить себе. И тогда любая мама, бросив всё, сядет с этим ребёнком, забросит работу, и провалить оно всё пропадом. Вот точно так же мы, когда мы давно-давно не проявляли внимания к своему внутреннему ребёнку. Мы, как взрослые, работаем, исполняем вот такие вот должностные обязанности. И дома, и на работе, и с друзьями, и тому-то я не позвонил, того-то я не видел и так далее. И тут мой внутренний ребёнок, когда я уже так давно не делал то, что я хочу, а делаю только то, что мне и положено, он берёт и говорит, а что-то давно я не болел. И тут мы заболеваем, и можно ничего не делать. У нас есть грандиозная отмазка. Во-первых, на работу мы не ходим, легально больничный, и мы согласны заболеть прям от души. Ну, хотя бы обратитесь к себе. И самый лёгкий способ это сделать как раз в период эпидемии, так называемый. Да, вот как здорово. И главное вот... Вообще никакого чувства вины. Ну, извините, все болеют. Да. И действительно веришь и заболеваешь. Есть такой шикарный повод. У нас сейчас время рекламы, прогноза погоды, и мы затем вернёмся к нашему разговору о психосоматике. Ещё раз добрый вечер, дорогие друзья. Вы по-прежнему слушаете радио «Серебряный дождь» в Барнауле. В эфире программа «А так ли это?» И в студии с вами Мария Макарова и психолог Алексей Васильевич Капранов. Мы сегодня, ещё раз говорю, говорим о психосоматике. Или все болезни от нервов и от неправильных мыслей. Пока все звонки подтверждают этот тезис. Как считаете вы? 65-8105 городской номер, 08-125 бесплатный Билайн. 0022 бесплатный Мегафон, ICQ 440-124-022. И что у нас ещё есть? altapress.ru slash live. Это онлайн-трансляция. Там первая камера. Нажимаете, можете на нас посмотреть и написать комментарии в чат. Или же задать свои вопросы. Мы остановились на причинах болезней. Да, потому что для того, чтобы найти выход, надо сначала разобраться, может быть, там, где и вход. То есть, первое, мы очень часто забываем про своего внутреннего ребёнка. Не балуем себя. Первое, это агрессия. А, первое, агрессия. Это внутренние, да, это отрицательные эмоции. Второе, забыли про своего внутреннего ребёнка. Да. Ещё что? И ещё есть такое у нас понятие псевдосправедливость. Интересно. Вот оно вылазит в очень разные, скажем так, болезни. Не в одну какую-то, а в разные. Вот, кстати, нам ещё звоночек сейчас. Я пока сформулирую. Алё. Добрый вечер, Мария Алексеевна. Здравствуйте, это, по-моему, Сергей. Это Сергей Лесник. Здравствуйте, Сергей. Что вы нам расскажите? Во-первых, я уже где-то больше 10 лет всегда говорил, что человек не хочет, он не болеет. Если болеет, он захотел. Вот. Во-вторых, что касается, как донести до мужчин, я вот как бы работаю в такси, занимаюсь электрическими практиками, провожу небольшие семинарчики, занятия на эту тему. То есть вот так вот, то есть с людьми общаюсь. Я хочу сказать, что до мужчины можно донести. И каждый второй мужчина, в принципе, задумывается над этими вещами, но он боится признаться окружающим. То есть, чтобы не быть слабым, он... Ну, мы с этим согласны. А донести-то как? И кому лучше это сделать? Вы знаете, всему своё время, как бы, нужно просто найти подходящий момент и донести. Вот, когда вы чувствуете, что человек может вас понять в этот момент, тогда можно это вернуть, как говорится. Но я вот уверяю вас, так как я с людьми работаю, в общем-то, постоянно, вот, то половина мужчин задумывается, знают про вот эти вещи, что наши болезни от наших мыслей и прочее-прочее, вот такие от нашего настроя, охота, чтобы за тобой поухаживали. Но, понимаете, они боятся развивать эту мысль, чтобы не быть слабым в глазах жены, там, на работе сотрудников, там, на окружающих каких-то, понимаете? То есть, это такой менталитет, то есть, боятся признаться. И, в принципе, нужно просто человеку сказать, что, ну, ты не бойся, мы же все люди, ты что же, болеешь? Я, кстати, вот, показатель за последние пять лет, наверное, ну, может, раза два болел в уровне, то максимум в день. Угу. Ну, дай Бог здоровья и дальше. Хотя, нет, вы знаете, раньше я здорово болел, у меня тоже был в Сирос-Кутчине в 2004 году. Я это все не благодаря медикаментозному лечению, а благодаря, ну, видите, я еще йогой занимаюсь. Вот. То есть, благодаря этому, как бы, я себя привел в порядок. Ну, а слушателям хочу сказать, вот, два таких совета, самых таких простых, вот, насчет насморка, например, или насчет ОРВИ. Это, что я делаю, например, не говорю, что это панацея, но если у вас насморк, есть просто система упражнений дыхательных, рот, нос, там, и прочее, прочее. В эфире не буду это объяснять, но надо будет, найдете где-то в литературе. Помогает прямо буквально за день. С утра начали, подышали 5-7-10 раз за день по такой технике. Насморк, как рукой, снимет вас. Что касается, например, температуры, даже, даже температуры, когда простыл, я просто, есть такая техника, не знаю, где я подчеркнул, это называется смыть болезнь. Я становлюсь под душ, представляю болезнь, что она у меня как грязь, как вот, знаете, как накид. Она такая, сползает. Да, и я ее так спокойненько, так мысленной водой, и всем таким, я ее просто смываю. Ясно. Спасибо большое, Сергей, за интересные советы, но нужно будет попробовать. Начну сегодня в душе. Итак, мы остановились на псевдо-несправедливости. Да. Кто это такая? Ой, потому что, как таковой, справедливости-то нет. Нет, я не знаю до сих пор, что такое справедливость, и поэтому я ее обзываю псевдо-справедливость. И когда человеку кажется, что это несправедливо, вот, или к нему несправедливо относятся. Если он обижается на людей, то, скорее всего, он проглатывает эту обиду, ему же никому не скажешь, потому что все кругом злые. Кому какое-то меня дело. И он это все не переваривает, а наше тело, оно не понимает юмора, оно понимает буквально. И оно действительно перестает переваривать. И у нас все болезни желудочно-кишечного тракта. Вот. Когда человек считает, что весь этот мир устроен неправильно, скорее всего, у него будут бронхиты, воспаления легких, вплоть до туберкулеза. Что весь жизнь, вся жизнь устроена неправильно, а я тут бедный такой, несчастный. Как со мной несправедливо поступили, засунули меня в этот мир, не спросив. Вот. Это еще. И, ну, а... А лишний вес? А вот сейчас еще. А вот в упрощенном варианте это вот как раз та самая простуда. Когда мне кажется, что меня не ценят, мне не хватает душевного тепла. Вот меня вот... И да мне, и мне начихать, и наплевать на все. И мы начинаем, и болезнь... Некоторые спрашивают, за что... Недолюбили, недоласкали. За что мне болезнь? А я говорю, ни за что, а для чего. И поэтому болезнь, она как благо. Это японцы делали такой небольшой эксперимент. Они давали депривацию в общении. То есть человек... Чего давали? Забыла, что такое депривация. Депривация – лишение общения. Полностью изоляцию. То есть у человека была очень комфортабельная камера, в которой ему нельзя было говорить ни с кем. Даже с самим собой. То есть если он начинал разговаривать с собой, включалась громкая музыка. Его хорошо кормили. Ну, все блага. Но разговаривать нельзя. То есть общения никакого. Вот. И через неделю этот человек, если он выходил на улицу, если на улице его спросили, как пройти или сколько времени, он с такой радостью объяснял, как пройти и где находится и сколько времени, так вот болезнь выполняет приблизительно эту же функцию. Когда мы обижаемся, что к нам относятся не так, нам начихать на всех, все вы злые, тьфу, на вас, все. И люди быстренько дистанцировались, как только мы начали на них чихать. И это особенно хорошо видно на детях. Ребенок устал, он хочет поболеть, он не хочет в школу ходить, но стоит ему три дня дома посидеть, и ему уже так охота в школу. Нет, ну это же еще очень мощный рычаг, чтобы на тебя обратили внимание. Я сказал, тебе внимание обратить. Даже если ребенок, например, ну совсем не лидер, у него мало друзей, да, в классе, например, и он заболевает, то практически весь класс приходит к нему. Даже совсем не друзья, и даже те, кто его там обзывает каким-то образом, они все равно приходят к нему домой с какими-то презентами, подарками. Одна моя коллега сделала очень удивительную вещь. У нее маленький ребенок заболел, и сразу все родственники сбежали с фруктами, со всеми там этими. Она прямо у двери сказала, пошли вон. Вот как бы тихо, да. Почему? Она вообще интересная такая радикальная женщина. Она сказала, вот когда он выздоровеет, все это принесете ему. А сейчас он лежит и болеет. Вот, он быстренько выздоровел, они ему быстренько все это принесли, и с тех пор парень, он и стал известным футболистом, не болел, ничего, и все. Для него не зафиксировалось, как это выгодно, как это удобно болеть. Вот это не зафиксировалось. А то, что болеть стало невыгодно. То есть и ребенок перестал болеть. Вот эту причину она убрала. А вот почему я тоже реже стала болеть. Потому что что толку? Все равно никто за тобой не поухаживает, не принесет, не подоткнет одеяло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Юрий звать. Юрий, здравствуйте. Ну, я не медик, не психосоматик, никто в этом смысле, но наработки есть определенные. Вот тому человеку, человеку, который спросил, что делать, когда приходит мысль, что-то давно я не болел, я советую подумать одно простое слово. Не тронь. И этого хватит. Или же просто поблагодарить Бога за то, что он здоров. Вот. Это второе. Вот все мы, люди, и все мы являемся большим обществом клеток, объединенных единым сознанием каким-то. Там сознание, подсознание, не знаю, как правильно. Вот. Ну, энергетики определенной. Вот если взять первые буквы этих слов, большого общества клеток, получится аббревиатура Бога. Если взять слова большого общества галактик, то это получится физическая величина, как аббревиатура Бога. Вот. Земля находится частью этого большого общества галактик. Мы в нем. как энерго, как часть большого глобального энергоинформационного поля, если уж на то пошло. Вот, Юрий, я тут с вами целиком и полностью согласен. Я бы укоротил, потому что у нас времени всего. Да. И еще одна задача. Хочу обратить внимание. Вот женщины часто обращаются на мужчин, но мир принадлежит женщинам, и мужчины появляются оттуда же, откуда и появляются женщины. Поэтому женщинам надо обратить внимание на себя. Я знаю одну женщину, которая от рождения работала, то есть родился больная девочка с сахарным диабетом. И в 27-летнем возрасте ей ампутировали ногу. Когда я спросил мать, были ли у вас истерики, когда вы ее носили, она сказала, да. Муж пришел не вовремя, под мухой, и у нее и наизы почвы истерика. Она стала колотить себя кулаками по животу и рад, что ей не нужен этот живот, этот ребенок, да еще с проклятиями. Поэтому, что заложите в детей, то и как бы получается. Вот. Но я ей посоветовал вернуться в тот момент времени, значит, пройти ситуацию заново, что если муж пришел под мухой, то слава богу, что пришел, мог под машину попасть. Вот. Прошла. Все, нога зажила быстренько, но ногу-то не вернуть. Вот в чем дело. А место ампутации зажило быстро, без осложнений. Понятно. Спасибо большое. Юрий. Ну что, переходим. К чему? Как менять мысли? Как менять мысли? С чего начать, как их контролировать? Ну, если уж сразу так продолжить, или пока Юрий напомнил эту тему, что все мы клетки одного большого живого организма, и каждая клетка выделяет либо питательные вещества, такие как радость, любовь, благодарность, от которых организм растет и развивается, либо токсин и яд, когда мы злимся. И вот мне понравилось, как-то я работал с людьми, которые, ну, скажем, говорят немного на другом языке, и у них есть образное выражение такое хорошее, когда ты с ними начинаешь что-нибудь ругаться, или еще что-то, они говорят, «Чего ты ядом дышишь?» Так вот, когда мы злимся, надо напоминать себе, не надо дышать ядом, а то либо сами отравимся, либо кого-то отравим. Вот, поэтому в этом месте мне бы хотелось, чтобы, ну, мы немножечко подкорректировали и посмотрели, а, собственно, из-за чего мы злимся-то? Вот именно из-за чего? А вот куда уже уходит этот гнев, и из-за чего? Вот тут то, что хотелось бы перейти к частностям. И еще одну хотелось бы маленькую такую метафору добавить, потому что вот все, что мы сейчас говорили, все равно, рано или поздно, мы приходим к тому, что биологически организованный гармоник большой организации галактик, не знаю, ну, к тому, что называется Бог. Вот аббревиатура расшифровывается по-разному. Так вот, если ввести понятие Бог, и если его еще как-то так ближе к науке адаптировать, потому что у нас 70 лет был все-таки воинствующий атеизм, и люди тяжело воспринимают это, то когда-то Вернадский ввел такое понятие, что есть информационное поле Земли. Так вот, поле, никто не знает, из чего устроено поле, мы до сих пор не знаем, из чего магнитное поле устроено, но мы знаем, что поле это направление и сила. То есть, по определенному направлению есть какая-то определенная сила. Так вот, для того, чтобы понять, что такое болезнь, представьте стрелку компаса. Если она расположена четко от севера к югу, то есть, она не испытывает напряжения. Но если эту стрелочку чуть-чуть отклонить, то на нее начинает давить мой палец, который надавил, и все поле. Вот точно так же, когда мы, какая-то мысль отклоняет нас в сторону от общего информационного поля, мы начинаем испытывать давление всего. И общество, и свое изнутри, и природа снаружи. Вот это еще одно объяснение, почему возникает болезнь. И иногда еще последняя вещь, для чего возникает болезнь, понимаете, мне понравилась такая хорошая метафора, болезнь мешает нам грешить, или помогает не грешить. То есть, вот представьте, есть такая очень удобная лодка Каноа. она очень узенькая, она проскочит везде, там везде проскакивает, но в ней очень трудно стоять, удерживать равновесие. Так вот, не у каждого получается удерживать равновесие. Так вот, у того, кого не получается в этой лодке удерживать равновесие, из нее делают катамаран. То есть, рядом делается такая оглобля, и эта лодка становится настолько устойчивой, но не такой маневренной. Вот это оглобля сбоку, которая мешает перевернуться, и называется болезнь. Так вот, нам иногда выгодно иметь болезнь, чтобы не перевернуться. И тут вот спрашивала про полноту. Ой, это настолько замудренное, потому что полнота возникает от многих разных, совершенно разных причин, и нельзя сказать, от какой конкретной причины возникает полнота. Ну, одна из причин, сейчас прям, мы как-то в эфире говорили про сексуальную привлекательность, было такое, да? Так вот, полнота, это как раз страх быть сексуально привлекательной. Почему? Такое может быть? Это как-то я на работе захожу, с женщинами разговариваю, они говорят, ой, Леш, тебе бы еще похудеть. Я говорю, мне худеть нельзя. Они говорят, почему? Я говорю, я так-то красивый. Вот, а если еще, сейчас еще похудею, девки как начнут на меня кидаться, а я не знаю, как им отказать? Павел пишет, не может быть, неправда. Да, конечно. Так вот, а я не смогу им отказать, или не знаю, как отказать, это же тогда, какие муки будут? Не-не-не, я набираю вес и становлюсь сексуально непривлекательным. Потому что я не знаю, как справлюсь. Нет, конечно, я хочу быть сексуально привлекательным, но я боюсь этого. И поэтому я выбираю альтернативный. Оно само. И я становлюсь полным. Вот и все. Это и еще один, одна причина излишнего веса, это желание иметь степень важности. Важность это вага вес. То есть весы, которые взвешивают автомобили, так и называются вага. Так вот важность, вага, вес. Мы набираем вес в обществе. Вы говорили, страхи какие-то. Ой, а все страхи, у нас есть главный инстинкт выживания, это увернуться от опасного в сторону полезного. Я уже не раз это говорил, как я иногда повторяю, тема подкупающая своей новизной. Вот. Так вот, увернуться от опасного в сторону полезного. Но в житейской логике самое опасное, самое опасное это потеря или нехватка. И, следовательно, самое полезное это запас. и мы не знаем чего запасать, но мы запасаем на всякий случай то, что точно пригодится. Запас хотя бы питания. Мы ловысь это набрали и такое старое русское выражение было пока толстый сохнет, худой сдохнет. Это вот еще одна причина, по которой мы набираем. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я на всякий случай наберу важность, наберу запас, наберу ну и всего-всего-всего. Итак, у нас сейчас время рекламы, а затем мы вернемся и нет у нас рекламы, да? Нет рекламы. Ура! Продолжаем говорить. Можно и так сказать. Ну и тогда теперь уже что читать? А, хорошо. Кто занимается вообще психосоматикой-то? Психосоматы? Нет. Вот психосоматика, ее очень тяжело принимают врачи. Сейчас они ее все больше, больше и больше принимают. А раньше они очень, ну не соглашались они с этим. Более того, даже вот по личному опыту я как-то попал в больницу в тяжелейшем состоянии и я спросил своего врача, скажите, пожалуйста, почему вот такое, такое, такое происходит? Вы мне объясните. А я как-то, она говорит, зачем? Я говорю, ну я приведу мозги в порядок, хоть как-то вырулю. Она говорит, никакого самолечения. Я говорю, ну доктор сказал, в морг, значит в морг, да? Как есть такой анекдот, да? Ну я же, говорит, еще жив, да мы же еще не доехали. Нет, и когда вот не получилось медикаментозно, у меня организм гадкий, то есть, когда все медикаменты сказали, никак не получается. Она пришла ко мне, сказала, вот давай я тебе расскажу, откуда, что и почему появляется, а ты уж сам думай. Когда мне рассказали, почему у меня те или иные изменения в организме, я две школьных тетрадки, одну школьную тетрадку за одну ночь исписал, вторую школьную тетрадку за вторую ночь исписал, ну надо было расчесать мозги, и вырулил. И я за две ночи сделал то, что не смогли сделать медикаменты со мной за две недели. Вот так. Ну это вот я так выруливал. Это мне. Ну, мне точно так же спрашивают. Конечно, конкретики ноль, ну ладно. А зачем? Кому интересно знать про мои болезни? Тогда, пожалуйста, мне авторов, и как все-таки попытаться поменять весь свой образ мыслей? Хорошо. Итак, сначала авторы. Больше всех я рекомендую Курт Тепп Первайн. Очень хороший автор, очень хороший. У него, потому что сетка, какой вид заболевания, это перелом, растяжение, воспаление. И перелом даже может быть каким-то образом объяснен мыслями. Да. И во-вторых, по второй координате у него органы. И какой орган, и какое заболевание. И когда раз по сетке, видно, какая проблема. То есть, самое точное, мне больше всего понравилось. Чуть попроще, у Луизы Хэй Лули Виилна. Так, кто еще там? Лиз Бурбо. А, Лиз Бурбо. Да, Жекаринцев, по-моему, есть. О, есть и наши фамилии. Да. Потому что, вот вы называете, в основном, все зарубежные авторы. Как у нас в России дела с психосоматикой каким-то образом, популярность, она имеет или нет? Имеет, имеет. Кто там еще? Да, алло, сейчас узнаем. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Если можно, убавьте, пожалуйста, радио. Вернее, просто убавьте, пожалуйста, радио. Да, я в первую очередь хочу поблагодарить за интересную тему. Спасибо. Сегодняшняя. Как вас зовут? Доктором хочу добавить товарища Лазарева. О, Лазарев. Меня зовут Алена. Алена. Лазарев. А как зовут? Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Лазарев. Угу. И вы читали, вы следуете там вот тем рекомендациям, которые есть в книгах? я все книги прочитала, была на семинарах его. Легче от этого? Или нет? Что? А? Это помогает или нет? От этого вам легче или нет? Ну, дело-то не легче или не легче, я просто вижу теперь направление, куда двигаться. Но не легче. Ну, действительно легче, когда знаешь, от чего, почему. Наверное, так легче, чем в пустую куда-то видеться по темноте. Спасибо большое, Алена. Спасибо. А еще вопрос один небольшой. Ну, с полнотой все понятно. А вот с худобой тогда как? Ой, я не знаю, я честно не совсем разбирался. Надо, понимаете, это вот так навскидку говорить. Я не любитель быстро ставить диагнозы. Это, по-моему, опасно. В этом надо ковыряться и копаться. А вот так навскидку можно только направление. к Алексею Васильевичу поковыряетесь. Понятно. И вот где грань между техникой и магией? Вот человек предлагал смывать болезни в душ. Мне кажется, это достаточно опасно. Не для всех это подойдет. Да нет, это, по-моему, это как раз самое безопасное. Это называется. Это решение проблем на мыслеобразах. Это детский сказочный метод. И он используется очень-очень давно. Даже вот описывается детей с сахарным диабетом при их при обострении им как раз создавали такую картинку, что у вас слишком много сахара и вот вы принимаете ванну и лишний сахар из вас растворяется в эту воду. И дети действительно выходили из ванны и замеряли сахар и у них намного улучшалось состояние. Поэтому создание вот этой картинки вот ну это как по-детски хорошо разово получается и дай бог если от этого никому не хуже. Ну хорошо спасибо большое. Спасибо вам Алена. Спасибо. Юлия спрашивает о Синельников оттуда же? Наверное я Синельников не читал если Лазарева я тоже прочитал все книги и часто на него ссылаюсь мне иногда спрашивают почему ты веришь Лазареву я говорю я не то что ему верю просто я из психологии пришел туда же куда он пришел из целительства и А Лазарев это целитель что ли? Да он целитель он вообще художник вообще художник начал лечить сначала болезни потом начал откуда берутся эти болезни и дальше 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 и тоже пришел к тому что мысли и нервы Алло Добрый вечер Здравствуйте убавьте пожалуйста радио я сегодня всех прошу об этом А да хорошо меня Юрий зовут Юрий мы вас слушаем вот тема очень интересная я вот своим друзьям особенно у меня есть друзья которые по своему возрасту и комплекте уже давно свою комплекцию переели всегда говорю вначале измени образ мысли потом образ жизни потом образ питания а если не поможет тогда иди к доктору это правильно Юрий так вот вы мне может быть вы мне скажете как все таки начать мысли то свои менять с чего мысли менять нужно по крайней мере посмотреть на других людей и по крайней мере начать общаться а если ты считаешь что ты царь и бог сам себе и умнее тебя на свете никого нету у тебя никогда в жизни ничего не получится я за свою жизнь свой образ мысли менял ну раз в пять прям образ жизни образ мысли менял почему потому что все зависело и от обстоятельств которых ты живешь и от тех ситуаций в которые ты попадаешь и в большинстве я заметил это от общения с теми людьми с которыми ты общаешься вот от этого образ мысли меняется а если ты будешь сам себе в своей каше котле вариться но ничего не поменяется потому что информацию можно из книжек откуда угодно черпать но отношения ко всей информации у всех же разные поэтому нужно общаться с людьми смотреть их отношения к этой жизни а вот еще девушка Алена звонила которая насчет поправиться можете дать ей мой номер с телефона я могу и очень легко это сделать и через 9 месяцев она вообще себя не узнает даже не знаю на что это ответить ну правда в одном месте только но через 9 месяцев опять может похудеть и так много раз понятно а потом войдет в норму тогда в принципе Юрий можете оставить свой номер телефона у нашего звукооператора а если Алена посчитает нужным она позвонит и уточнит ваш номер телефона ну хорошо я прям готов подъехать это дело обсудить да нет достаточно вот по телефону сказать нет я имею ввиду соленой а соленый да хорошо на 4 месяц она уже увидит результаты понятно спасибо большое Юрий как у меня правда цифра 9 месяцев так он про эти 9 месяцев и говорит что пополняет но только в одном месте в животе Мила пишет нам в чате понедельник перестал для меня быть тяжелым когда открыла вашу программу слушаю каждый раз в машине все время хотела на вас посмотреть сейчас только что увидела вас в онлайне представляла вас по другому очень же нет дальше интересно но не разочаровано по прежнему вас люблю Мила пишет спасибо за программу все всегда актуально спасибо большое вам Мила задавайте вопросы у нас еще есть буквально 6 минут вот у нас звонок уже есть алло опять это Юрий который первый звонил вам вот по поводу с чего начать изменять мысли Юрий только недолго буквально несколько слов ну вот Валерия поет песню такую не обижай меня вот мы все хотим чтобы нас не обижали но жизнь устроена так что нас обижать будут задача научиться не обижаться более того быть в эмоциональном состоянии выше нуля это первое второе что я хотел сказать это ну иногда такие происходят события когда не удается тогда лично я делаю так на все воля божья но против вселенной не попряжи поэтому эмоций как бы негативных нету и третье значит когда мы в эмоциональном состоянии ниже нуля оцениваем ситуацию обычно у людей выскакивает ужас кошмар дурдом страна дураков нет денег нечего носить и так далее ну а поскольку вы сказали что все работает на утверждениях вот то это и воплощается в жизни все спасибо пожалуйста спасибо Юрий Сергей нам в чате пишет тоже первый раз увидел онлайн шикарная борода у Алексея Васильевича жалко мне похвастаться даже бородой не могу я вот сейчас собираюсь состричь хотя бы половину зачем ну новый год кончился а точно образ Деда Мороза уже как-то отходить от него нужно да и голос у него очень-очень добрый чудо-мужчина практически как чудо-йогурт у нас сегодня Алексей Васильевич добрый вечер здравствуйте это же Алена Алена вопрос о девяти месяцах я пробовала пробовали это интересно у меня четверо детей знаете не помогло может они все соки выпили так а вот Алексей Васильевич меня просто поразил потому что я много раз слышала вас по радио а тут увидела в журнале у вас такой молодой голос потрясающе просто спасибо большое Алена спасибо спасибо слушайте нас и дальше очень приятно правда Алексей Васильевич у нас и в журналах значит как-то да засветился не эротическое фотостисение надеюсь ой уже нет да я так вы очень эротичен ну я понимаю алло добрый вечер алло алло Сергей это опять двух авторов хочу подсказать давайте Александр Свияж ой Свияж 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 да и Роберт Стоун такой американец есть хорошие вещи по мыслеобразу детская технология вот а как изменить ход своих мыслей я могу сказать просто две простые простейшие вещи и вы мне того спасибо скажете это ложитесь спать прощайте всех начиная с себя что я такая-то что-то не так сделала маму папу ребенка там любимого там все такое всех своих врагов прощайте и когда вы пробуждаетесь благодарите за то что вы имеете благодарите что вы живая благодарите что вы дома что вы в EP что там ребенок есть что там есть работа что вы кому-то нужны вот простые две методики засыпаешь прощай, просыпайся, благодари. Вот и мысли у вас начнут работать по-другому. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Ну что ж, Алексей Васильевич, вам буквально пару минут для того, чтобы красиво закончить. Оба. Повернуть все наши мысли туда, куда нужно. Уж извините, что возлагаю на вас такие обязанности. Я все время, когда говорю, как быстро стать добрее, я даю такую большую технику на семинарах, да, во-первых, научиться сначала формулировать, что конкретно не нравится. Не все, а вот что конкретно. И когда человек, чем точнее заявленная проблема, тем меньше энергии на ее уничтожение и так далее, на вот это, на меньше агрессии. А раз я меньше агрессии выделяю, меньше мне потом прилетит. Вот, это первое. А второе, после того, как вы сформулировали, что конкретно не нравится, берете и пишете полную противоположность. А как должно быть-то? И спрашиваете себя, почему так должно быть? И вот тогда вы начинаете реагировать на это же уже без гнева. Например, если меня раздражает давка в автобусе, то как должно быть? Ну, видимо, в личном мерседесе, как минимум. Хотя бы сначала в автобусе должно быть свободно. Ага, да. Как мне говорят. Я говорю, в каком? Ну, в том, в котором еду. И я говорю, вот, понимаете, и вам даже не волнует, свободно в нем реагировать. Главное, чтобы было свободно мое любимое место. Особенно сейчас, зимой, чтобы с него вот только что недавно кто-нибудь встал, и оно еще не успело остыть. И так далее, и тому подобное. А когда потом вспоминаю, а почему так должно быть? И получается всего лишь, навсего один подлючий такой вопрос. А потому что я так хочу, а потому что я центр Земли, и пуп Вселенной. Вот. И как только мы себе в этом признаемся, берете и говорите себе, вообще-то это Вселенная многопупочная. И рядом точно такие же пупы Вселенной и так далее. И дальше все игры социума это всего лишь навсего игра, кто из нас более опупевший. И по чьим правилам должно быть. И вот тогда пропадает вот это самое подлючее состояние псевдосправедливости. И я уже перестаю злиться на людей, а удивляюсь своим претензиям к этим людям. То есть я-то Бог, а мужики-то не знают. Вот. И пока ты всех не убедил, что ты Бог, тебе место не уступит. И тогда уже потихонечку ты начинаешь ну со смирением относиться к тому, что есть. Мне иногда говорят, вот город это такая несправедливость. Я говорю, знаете, вот джунгли еще более несправедливы. Какой-нибудь маленький клопик подкрадется, укусит, и вы умрете. А джунгли это, ой, говорю, а город это каменные джунгли. Здесь хотя бы что-то предсказуемо. Поэтому здесь хотя бы можно выучить правила общежития и так далее. И приспособиться здесь немножечко пока попроще, чем в джунглях. В джунглях мы сразу вымрем. Поэтому, опять же, как вот говорили наши слушатели, надо что сделать? Благодарить, что мы здесь живем, и что мы пока еще живы. И если у нас что-нибудь болит, слава Богу, у нас есть с чему болеть. Благодарим всех за участие в нашей сегодняшней программе. Программе, надеюсь, до следующего понедельника. Счастливо. Счастливо.